Кажется, спор между Всемирным антидопинговым агентством и аналогичным российским завершен не в нашу пользу. Спортивный арбитражный суд вынес свое решение в этом непростом деле. Скандал разозлился, когда в январе 2019 ВАДА установила, что в лаборатории РУСАДА из базы данных пропало 19 тысяч файлов, а их должны были передать иностранному ведомству в качестве доказательства чистоты наших спортсменов. Теперь же российским и алтайским спортсменам перед участием в мировом соревновании нужно будет понять для себя, готовы ли они выйти под нейтральным флагом. Самое главное, что наши поедут на Олимпиаду. Ну а у всех у нас, наверное, да, Россия, она вот здесь. Поэтому самое главное, мы едем и должны доказать, что едем туда за результатом. Поэтому, не знаю, пожелаем нашим спортсменам удачи, есть еще время на подготовку и будем болеть за них. Самое главное, едем. Впрочем, история участия в больших соревнованиях наших спортсменов в последние годы как сериал. Наши сначала надеются, а потом смотрят, как эти надежды рушатся. Легкоатлет, на которого делали ставки на Олимпиаде в 2016-м, Сергей Шубенков, так на нее и не приехал. Олимпиада в Токио в 21-м в карьере спортсмена, скорее всего, последняя. Он к ней готовится уже под нейтральным статусом, он подал на него заявку. Сам Шубенков эту тему не комментирует. Кстати, легкоатлеты, по словам тренера Сергея Клевцова, сейчас морально даже в некотором преимуществе. У них выбора, под каким флагом выступать, нет уже давно. Для других, когда в спорту ситуация кардинально меняется, теперь все у нас нейтралы. Теперь все у нас будут представлять Россию в каком-то другом статусе, нежели тот статус, который у них был. Воспитанников подпального в 2016-м тоже не допустили к Олимпиаде в полном составе. В Токио они едут под нейтральным флагом. Тренер призывает всех спортсменов отказаться от допинга. Принимает один, страдают все. На фоне ограничений сложнее работать с будущими чемпионами. Здесь, наверное, знаете, не мотивация. Мотивация, наверное, не меняется. Здесь вот именно психологический настрой. Это же все равно давление, да. Но спортсмены – это такой народ, которых давят, гнут. Вот у меня единоборство, у нас не всегда объективное судейство. У легкоатлетов тоже бывают какие-то погрешности, но там более объективно. И когда на спортсменов, наверное, дополнительная нагрузка, и тем самым боец проявляет свои какие-то волевые качества, и он преодолевает. Но русский народ, он волевой сам по себе. Я думаю, нас это только закалит. И в то же самое время, за 4 года неопределенности, в России, в Алтайском крае появляются спортсмены, для которых нейтральный флаг скоро может быть равноценен триколору. Вот уже целых 5 лет мы выступаем без флага. Мы выступаем под статусом нейтральных спортсменов. Лично я другой жизни не знаю, потому что таким образом я выступаю всю свою спортивную карьеру. Заграничные спортсмены знают, откуда мы, знают, что мы из России, поэтому наш настрой не должен сбиваться. И я думаю, что на Олимпийских играх мы должны быть только злее, только увереннее в себе. Мы должны показывать все, на что мы способны. Кстати, некоторые депутаты Госдумы, не готовые смириться, предлагают бойкотировать игры. Главные международные соревнования, которые попадают в период ограничений, Олимпийские игры в Токио, пройдут в конце июля. Никита Ермаков, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком!